Здравствуйте! Я Егор седьмого класса. Я являюсь кандидатом на пост председателя школьного совета. Моя цель сделать именно вашу жизнь в школе интереснее и удобнее. Мы когда-нибудь вставали настолько, что хотелось просто привлечь, послушать музыку и отдохнуть. Элоксионная комната отлично подходит для этого. Я расспросил некоторых своих сверстников и пришел к выводу о том, что многие скучают по второму завтраку. Я приняла простое решение — вернуть его. Из собственного опыта могу сказать, что настольные игры с друзьями — это прекрасное средство против скуки. Я собираюсь посодействовать в обеспечении ими каждый класс. Прекрасным дополнением к вышесказанному станет фидбар. Тут вы можете в любое время взять себе чашечку расслабляющего чая или свежевыжатого сока. Спасибо за внимание. Увидимся на выборах. Если съесть от 4 до 8 семечек яблок, то можно потерять сознание. Вот мы на втором завтраке. Взяли по 2 семечка каждой из своих яблок и просто их проглотили. Кирилл потерял сознание, его отвезли в реанимацию. Это было бы правда, если бы он не сидел вот тут, и вам не нужно было бы съесть примерно 400 семечек, чтобы потерять сознание. Кстати, яблоко у меня в руках, потому что я голодный. Итак, я расспросил некоторых своих сверстников и пришел к выводу о том, что многие скучают по второму завтраку. И правда ведь между завтраком и обедом проходит огромное количество времени. И лишний перекус между ними не помешал бы, особенно детям. Вот я и предлагаю простое решение. Вернуть его. Я думаю, ни для кого не секрет, что настольные игры это прекрасное средство против скуки. Я со своим классом на каждой перемене играю в настольные игры и могу вам точно сказать, что оно является таковым. Я собираюсь посодействовать в обеспечении ими абсолютно каждый класс, чтобы никто не скучал на перемене. А теперь у меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь уставали настолько, что хотелось просто прилечь и отдохнуть? Неважно от чего. У вас могла заболеть голова из-за кликов. Или вы могли переработать. Просто хотелось прилечь и отдохнуть. У меня есть решение для этого. Релаксационная комната. Вы просто входите, ложитесь на пуфик, включаете свою любимую музыку и расслабляетесь. Когда приходит время урока, вы выходите и забываете про все свои недуги. Это относится к кому угодно. Хоть к учителям, если они устали. Хоть к ученикам, если они тоже устали. Также последнее, что я хочу добавить, это вечерний огонек. Я не сомневаюсь, что у вас, у всех, есть прекрасные идеи для этой школы, чтобы добавить сюда. И на вечернем огоньке, по желанию, вы можете прийти и рассказать свои идеи. Или рассказать все хорошее и плохое, что с вами случилось. В случае плохого, мы сделаем все возможное, чтобы это с вами больше не случилось. Исправить причину ваших плохих эмоций. Давайте все вместе убедимся, что никто в этой школе не будет съесть семечки из яблых.